Последние несколько лет администрация сельского поселения Совхоз имени Ленина делает маленьким жителям подарок в виде ледяных и снежных горок. Их устанавливают в самом центре поселка, на площади перед Домом культуры. Этой зимой от традиции решили не отступать, но погода подвела. Почти месяц горки стояли закрытыми, кататься с подтаявших форм было просто опасно. Сейчас, когда зима вновь вернулась, детвора бросилась осваивать отремонтированные конструкции, торопясь насладиться шумными играми в компании друзей. Традиция устанавливать ледяные горки в поселке Совхоз имени Ленина родилась 4 года назад. В течение всех трех зимних месяцев, а иногда погода позволяла использовать их и в марте, возле Дома культуры было шумно и весело с самого утра и до позднего вечера. Этой же зимой конструкции, установленной в начале декабря, пришлось закрыть в целях безопасности. После продолжительной оттепели горки отремонтировали. Долго ждала горки, но сначала не веселее было, потом стало веселее. Наконец-то зима пришла настоящая, и горки построили, и я очень рада, что их построили. Надежда есть, что простоят они хотя бы до конца зимы, что опять не растают. Глядя на детей, радовались и родители, а некоторые не смогли устоять перед искушением самим прокатиться с горы. Весело, такая хорошая погода, и горки хорошие, красивые. Мы сами очень ждали, сильно очень ждали. Вот на конец-таки мы имели шанс показать и себе, и детям зиму. Мне кажется, то, что здесь происходит, само за себя говорит, что это здорово. Рядом с ледяными формами управляющая компания посёлка своими силами создаёт и снежные горки. Собирать для них снег начали ещё до Нового года. Сейчас работы будут продолжены. И уже через несколько дней ребята смогут опробовать скоростные спуски на санках и снегокатах. Татьяна Акимова и я, Дамья Наталья Буслаева, Видное ТВ.